Ребята, всем привет! Наконец-то я снимаю новый влог. Уже очень давно не было влогов. Мне, честно говоря, как-то неловко, но я просто так давно не снимала, и я постоянно что-то сниму, удалю, сниму, удалю. Мне ничего не нравится, я очень надеюсь, что я все-таки выставлю этот влог. Сейчас я с Наташенькой. Наташа! Привет! Наташа и Нафи, мы приехали на такое мероприятие, которое называется Video People. Раз в год YouTube устраивает такие мероприятия для YouTube-блогеров, для креаторов. Собирает, читает нам здесь лекции, рассказывает, как правильно вести канал, рассказывают о разных новинках на YouTube, поэтому я на самом деле впервые за свой блогерский опыт прихожу. На такое мероприятие. Сейчас мы находимся в гольф-клубе на Болоне. Здесь просто нереально красиво. Погода замечательная. Просто поле спринклое-зеленое. Мы здесь сидим. Посидели на одной лекции, в общем, и на два часа у нас будет лекция о женском YouTube. Я думаю, что там нам понравится больше. Я уже очень соскучилась за снятием влогов, соскучилась за вами, за вашими комментариями, так что, если вы соскучились за мной, то напишите мне, пожалуйста, тоже об этом. Внезапно мы оказались в заре с Наташей. У нас еще есть три часа времени, которое надо убить. Видите, я вырезала себе такие померить эти. Входим и выбираем здесь. Смотрим, джинсики одинаковые взяли, да? Смотрим летнюю коллекцию. Очень модный вот этот край такой обрезанный. Мне очень нравится. Вот я такая сегодня. Кстати, колготки и мелкую сетку. Смотрите, я померила такой наряд с такой оверсайз футболкой. Мне очень нравится, как темные футболки сочетаются со светлыми джинсами. И вот такие вот джинсики. Может быть, это очень стильные, но они меня как-то помняют. И босножки просто обалденные вообще. Очень крутые на среднем каблучке. Сейчас зашли в Манго. Мне очень нравится такое сочетание. И здесь красиво тоже так смотрится. Вот это вообще бомба. Сарафан обалденный просто. Хам! 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 Сегодня второй день моего влога, я решила так снять вам несколько дней. Сейчас я собираюсь на день рождения, решила быстренько, я уже на самом деле опаздываю, как обычно, решила быстренько собраться и записать, рассказать, где я вчера была. Дело в том, что я сейчас перевелась на новую партнерскую программу, я очень хотела познакомиться с новой командой, моя партнерская программа называется VSP. Я отключилась от своей старой партнерской программы, потому что мне было не совсем удобно, точнее, совершенно неудобно выводить оттуда деньги, очень долго это все было, я теряла большой процент из-за того, что я нахожусь в Украине. Так что я решила переключиться на другую партнерскую программу, абсолютно не пожалела, ну, по крайней мере, пока что. Мы были на такой обалденной просто вечеринке. Кстати, очень многие любят поразмышлять на тему того, сколько же зарабатывают блогеры. Скажу вам так, что четкой... Мафия, не храпи, пожалуйста. Четкой какой-то суммы ее не существует, потому что все зависит от того, какая целевая аудитория у вас, сколько... какой возраст этой целевой аудитории, да, мужчины, женщины, страна, это очень важно. И, кстати, я очень часто слышу, типа, вот, блогеры клянчат комментарии, лайки. Мы от комментариев, от лайков вообще ни копейки не получаем, поэтому, если блогер вас просит поставить лайк или написать комментарий, то это исключительно для того, чтобы сделать для вас контент интересней и отследить, нравится вам это видео или не нравится вам это видео, напомнить о том, что есть такая функция лайков и дизлайков. Я сейчас иду впервые на детский день рождения. Я еще не купила подарок, поэтому сейчас поедем выбирать подарок. Я знаю, что меня смотрит много мамочек, и... Я вообще... для меня это детская тема, это что-то такое вообще... Я не знаю, что дарить, что и как, так что мне дали четкое задание, я пойду куплю то, что вообще мне сказали купить. А потом я еду на еще один день рождения. Кстати, хорошо, что я об этом вспомнила, потому что мне нужно подготовить подарок. Короче, я сейчас вообще без подарков, и придется еще метаться, покупать всем подарки. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Лера, все хорошо, смотри. Я путала ту, ту раз. Да сфью, блядь, круто, ну, Клэй, вы куда-то нахуй. Девушки отдыхают... Все, да, Лера, все хорошо. Просто почему... Минуточку внимания. А, давайте же изнутри, что... Да. Я бы хотел задать тебе один вопрос. А-а-а-а-а-а-а! Боже мой, какой вопрос! Оооооооо, какой вопрос! Каня скажи да! Было внеожидно, Каня скажи да! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блин, че не видно?! Колечечко! Ой, не видно! Колечечко, иногда, знаете, бывают такие дни, когда ты выглядишь ужасно когда ты смотришь на себя в зеркало, ты себе не нравишься, когда у тебя не вымытая голова. Ну, в общем, такие дни, мне кажется, бывают у всех, и они не зависят от того, как ты выглядишь на самом деле. Это просто какое-то ощущение себя внутри. Учитывая, что вчера на двух днях рождения, на трёх днях рождения, я вообще не пила алкоголь, и всё прошло хорошо, и, в принципе, я не поздно вернулась домой, не учитывая того, что у меня был огромный стресс, потому что я ехала через весь город за рулём, а я не ездила за рулём, наверное, ну, полгода так точно. Сейчас я хочу поехать где-то покушать, потому что дома у меня кушать просто нечего. Мне сейчас нужно поехать купить некоторые штуки для дома, мне нужно купить горшок для моего алоэ, мне нужно купить вешалки, потому что... Сейчас вам покажу, почему, и, не знаю, просто, короче, покушать. Объясняю вам, почему. Я ненавижу вот такое, когда какая-то вешалка не подходит, и я нашла идеальные просто для себя вешалки, они занимают совсем мало места, вот, и вот такое я ненавижу. Ну и дальше у меня там вообще жесть происходит, поэтому нужно срочно докупить ещё вот таких вешалок и каких-то с защипом. Я сейчас приехала в один из своих любимых таких магазинов для дома, он называется Юск. Здесь куча всяких таких классных штучек, раночек, разных таких мишточков. Смотрите, какая красивая штучка. Я, правда, не знаю, это вообще подсвечник, но мне кажется, её куда-то можно в интерьер красиво поставить. Такой блюдо-ананасик. Вот носик такой интересный. Боже, я когда перееду, я, наверное, здесь себе всё скуплю. Вот это мне очень нравится для фотографии. Кстати, девочки, я недавно была на лекции Михаила Лобковского, он переезжал в Киев. Если кто-то из вас знает, кто это, напишите в комментариях, мне будет интересно, смотрите ли вы, слушаете ли вы его тоже. Это довольно-таки популярный психолог в России, в Украине. Он, безусловно, очень интересный мужчина, и давайте пару слов о нём скажу. Он очень интересный, он очень харизматичный, его подача просто нереально прикольная, и слушать его всегда очень приятно. Но я заметила, что это чисто такой коммерческий психолог, который рассказывает те вещи, которые люди хотят слушать. Если у вас нету своего личного психолога, то такого плана семинара, они абсолютно бесполезны, потому что он как бы направляет тебе, даёт тебе какую-то почву для размышлений. Вот я себе даже некоторые моменты законспектировала, и завтра, когда я пойду к психологу, я хожу теперь раз в две недели, то я с ней, вот у меня будет отдельная тема, на которую я хочу поговорить. И я, кстати, сейчас читаю книгу на эту тему, которую вы мне посоветовали. Книга называется «Радикальное прощение». Те обиды, которые мы затаили на кого-то в детстве, они сейчас очень сильно всплывают. Я об этом даже не задумывалась, но недавно я поняла, боже, действительно, я просто была в шоке. Я расскажу вам по секрету, я не жила со своими родителями в детстве, меня воспитывала моя бабушка, мой дедушка, и мне очень сильно не хватало моих родителей. Я вспомнила один такой факт из своего детства, который для меня очень болезненный, если честно. Я вспомнила, что я любила в детстве болеть, не потому что там в школу типа не ходить, я обожала ходить в детстве в школу. Я любила в детстве болеть, потому что я знала, что в эти дни ко мне придёт папа. И сейчас вот эта вот штука очень сильно проявляется на моих отношениях. С молодым человеком это очень сильно проявляется вообще на отношениях с людьми. И хочу очень проработать эту тему, делюсь с вами реально таким прям очень сокровенными вещами, о которых мне стыдно поговорить, наверное, с кем-то. Но с вами делюсь, со своей 40-тысячной аудиторией, так что оцените это, пожалуйста. Я думаю, что очень много людей в детстве сталкивались с такой проблемой, поэтому советую вам почитать эту книгу, она очень интересная, называется «Радикальное прощение». Я сейчас приехала с утра на презентацию в Герлен нового аромата. Сейчас я вам всё покажу, я надеюсь, вам понравится. У нас сегодня замечательный солнечный день, хорошее настроение, хорошая погода, так что мы сегодня ещё проведём зонечку вместе и потом ещё я вам всё покажу. Когда вам хочется немножечко свежести, яркости, кто захочет блонтер, есть и блонтеры. Ну, бумага – это прекрасная вещь, да, но... И вот, когда вы приходите в магазин, вы хотите просто себе понять настроение. Обычно в магазине в ассортименте бывает 2-5 ароматов из аква-олеголии. Нанесите перед собой облако, вдохните. Если понравилось, можете наносить на себя, на одежду, на прическу, на кожу. Ну, если что-то не понравилось, вы просто понимаете, да, это хорошо в воздухе, но не на мне. Мы с Рэй приехали в Манго, точнее, пришли кишечку. Что вам показать интересненького? Мне очень, кстати, понравился вот такой вот комбинезон. Его надеть с футболкой с какой-то белой. Вообще, на лето идеально просто. Ну, очень цветовый, когда камера желтый делает, вообще, он очень приятный. Вот, вот такой у него цвет. Все, теперь правильно показываю. Очень нежный, красивый такой. Гуччи везде. Да? Угу. Ярко-малиновые тапочки. Ну, вот эти вот малиновые, они прям шлепки такие на каждый день. Ну, тебе хорошо. Так что ты не станешь? Ну, еще. Ну, еще. Мы зашли в Зару и нашли сыры, просто обалденный костюм. Сейчас какие-то мы обойтись. Такая рубашка, он покажет штучки. Штучки я еще не знаю. Мне еще нравятся очень вот такие разные плетеные босоножки, но на мой 40-го размера это будет ужасно. Вот вверх, это будет красиво. Что-то мы входим в Базаре и вообще ничего не нравится. Это вообще, особенно, когда берешь ценник, типа, то понимаешь, что вообще нет. У нас, как обычно, разный вкус с подружкой. Мне нравится. Но на камере некрасиво смотрится. Только у нас 600-700 древних стоит. Ну, тебе не хорошо, мне нравится. Ну, как бы пижамы, но... Ну, да, ну, ты просто выше еще, я как-то. Наверное, мне искренне Эскума. А померяй, да, Эскума. Мне очень нравится, чтобы нам так вот носить с расстегнутой рубашкой. Очень стильно смотрится. И брюки по-любому нужно укорачивать, чтобы они были именно крылоты такие. Хотя тебе, наоборот, мне кажется, если вот его... Либо очень длинный он должен быть, либо вот такой вот, чтобы... Ну, пилоты, типа... Мне кажется, вообще бы так длинный. Да, ну, можно подрезать, в принципе. Мне сзади очень нравится. Да, очень длинный. У нас вообще по-разному. И померяется, и это так. Да. Ну, теперь так. Мне кажется, это прикол именно вместе носить. Ну, да. А дашь мне Эскума померить, интересно, как смотрится. Мне вот в Страдивариусе нравятся очень эти босоножки. Ну, что-то я как-то сомневаюсь насчет. Надо померить, в каком-то такие... Тысячу гривен они стоят. Это где-то 45 долларов. Мы зашли в Страдивариусе. Нашли здесь такие прикольные, типа, кошелечки-картхолдеры. Стоят 280 гривен. Так что, если вы себе что-то такое искали на море или, не знаю, куда-то в путешествие, вообще супер. Боже, оно блестит. У меня сейчас... Я обожаю эти блестки. Зорвется. Да. Розовый очень красиво смотрит. Смотри розовый, да. А голубой нету такой? Смотрите, какие джинсы я нашла. А мне они нравятся, но что-то в них наполняют немного, конечно. Но они очень необычные. И стоят 800 гривен, кажется, или 900. 900. Ну что, ребята, на этом замечательном моменте я хочу закончить свое видео. Мне будет очень интересно почитать в комментариях, что вы думаете по поводу одежды, которую мы сегодня меряли с Ирой. Я вас целую. Всем пока. Надо же ставку, как раз, сделать такую... Всё, мига. Спасибо.